Она – озорной ребенок, подвижная шебутная девчонка, дикарка. Характер «Снегурочки» режиссер Михаил Панджавидзе разбирает на репетиции с актрисой. По мнению режиссера, актеру в спектакле главное, но неплохо использовать и технические инновации. Мы стараемся действительно использовать какие-то передовые технологии, в частности, видеопроекционный ряд для того, чтобы создать представителей, допустим, весну, мороза, то есть представителей мира природы. Опера римского Корсакова приобрела популярность сразу после первой постановки и за годы стала настоящей академической классикой. В спектакле нет надуманного модерна, нет стремления приблизить его к современности. Режиссер идет за автором. Островский в своей пьесе писал о противопоставлении двух миров – реального и фантастического. «Снегурочка» – она необычная. Главные героини на фоне наших персонажей, главных персонажей, они тоже одеты в натуральные такие костюмы с мехом. А она как бы выбивается из этой толпы, она другая, она абсолютно совершенно как бы из другого мира. Это далеко не детская сказка и не та снегурочка, знакомая с детства внучка дедушки Мороза. Это девушка из снега с горячим сердцем. История жизни, наполненная обычными человеческими страстями и мистикой. «Каждый найдет в этом спектакле свое, от чего может быть холодно и от чего может быть тепло. Понимаете? Я не могу однозначно сказать, вот от этого вы сейчас похолодеете, а вот от этого вы взорветесь от эмоций каких-то, будете смеяться. Нет. Это субъективно все». Оперный спектакль о любви, о дружбе, о семье, о прославлении могущественных животворных сил природы споет сама «Снегурочка» на премьере, которая состоится 7 и 8 февраля. «Круги водить, залили повторять, и битями припев песенки песенки». Марьяна Мирная, Павел Пресняков, События. Марьяна Мирная, Павел Пресняков, События. Павел Пресняков, События. Мирная.